До 1920 года интернациональная улица называлась Алексеевской. И, кстати, мало кто знает почему. Вот в той стороне, в деревне Акишево, располагалась усадьба знаменитого московского адвоката Алексеева. И чтобы ему было удобнее добираться от железнодорожной станции до своей усадьбы, он вымастил эту дорогу за свой счет булыжником. И вот, кстати говоря, если вы будете внимательны, то вот это, это не просто камень, это свидетель истории Одинцова. По одной версии Алексеев, по другой не он один. Новая жизнь старой улицы началась после строительства железной дороги. Уже тогда Одинцовская земля была в цене, особенно у дачников. Домики сдавали в аренду. В теплое время года население поселка увеличивалось в 2-3 раза. И месить грязь гости из столицы были не готовы. Они собрали деньги. Значительный вклад сделал и Алексеев. Она была вымощена булыжником, но со временем на поверхности откладывалась, нарастала грязь какая-то. И эту грязь мы уже видим на фотографиях нашего земляка, уроженца Одинцова, Ивана Ивановича Дубасова. Эта улица могла составить конкуренцию знаменитой Рублевки. Здесь жил главный художник госзнака Иван Дубасов. Одна из его соседок – прима-балерина Большого театра Ольга Лепешинская. Неподалеку находилась дача Дзержинского. Так называли ее Одинцовцы. Принадлежал дом гению разведки Артуру Артузову. А вот жили в нем супруга и дочь Феликса Эдмундовича. Что не постройка, но какая-то своя история. Причем, опять же, возвращаясь к Ивану Ивановичу Дубасову, следует упомянуть, что он участвовал в свое время в конкурсе по созданию юбилейной марки к пятилетию революции. И изобразил на ней фигуру такого каменотеса, который там вырубает из камня, скажем так, вот эту юбилейную дату. И вот ему позировал его, скажем так, очень хороший знакомый, футболист, Одинцовец, который как раз тоже жил на территории вот этой интернациональной улицы. Впрочем, многих домов уже нет. Остались лишь их истории. Поэтому неожиданная находка рабочих стала настоящим подарком для краеведов. Заинтересовались ею и в Комитете культуры администрации округа. Выехали на место. Фрагмент булыжной мостовой изучили. Обещали пополнить экспозицию Одинцовского музея. А на самой улице установить стенды с подробной исторической информацией. Скоро работы в новом парке будут завершены. Здесь будет интересно всем жителям без исключения. Но он бы мог быть еще привлекательнее, если бы маленький кусочек Одинцовской истории бережно сохранили для потомков. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok